Не пытайтесь покинуть Омск. Последнее время этот слоган стал для омской молодежи определяющим. Почти все выпускники омских вузов, по данным социальных опросов, стремятся перебраться на работу и даже на постоянное место жительства в Москву или за границу. Однако из Омска не только уезжают, сотни людей каждый год приезжают в наш город учиться работать и жить. О тех, кто мечтает жить в Омске, расскажет моя коллега Юлия Боброва. Разгоняемся! Давай, разгонись! Да, разгоняемся! Жизнь полна сюрпризов. Об этом с уверенностью может сказать Владимир, тренер Омской хоккейной школы «Авангард». А ведь еще год назад выпускник технического училища при Сибирском государственном университете в родном городе год не мог устроиться на работу по специальности. Сейчас его ученикам от 6 до 13 лет, но когда-нибудь, мечтает Владимир, он на полных правах займет место в тренерском штабе красно-бело-черных. С детства занимался хоккеем и это была, пожалуй, мечта любого мальчишки приехать в хоккейный клуб «Авангард» и продолжить здесь карьеру. Но у меня, к сожалению, карьера не сложилась, но мне дали шанс стать тренером здесь. Я долго практиковался, и в результате меня взяли. Вы сами прекрасно понимаете, что хоккейный клуб «Авангард» знаменит на всю Россию. Это хоккейный центр. Не пытайтесь покинуть Омск. Да они и не хотят. Для тех, кто приезжает в столицу Приртышья, этот город – место неограниченных возможностей. Возможности реализовать себя, получить образование и состояться как профессионалу. Уже два года существует программа «Сибирская региональная бизнес-школы», по которой ребят из Ямала-Минецкого автономного округа отправляют учиться в Омск. Здесь и менеджеры, и системные администраторы, и операторы колл-центров. Омск – город, в котором, как минимум, люди доброжелательно относятся, находят время. Ребята отмечают это, что даже на улице, если кого-то они спросят, им все объясняют. То есть, очень такой сибирский характер мы проявляем по отношению к ребятам. Следующую прядь отделяем горизонтальным пробором, подтягиваем к нашей контрольной, срезаем на уровне ее длины. Игорь приехал из города Таркасале Ямала-Ненецкого автономного округа. За плечами высшее образование менеджера и профессия пожарного. Теперь он еще и дипломированный парикмахер. Получу диплом, но обучился, как сказать, у меня были уже азык. Я не с чистого листа начал обучение. Ну, немножко подпрактиковался, конечно. Что-то новое мне рассказали. Что может быть общего у европейского Парижа и сибирского Омска? Коренной парижанин Франсуа Фосс удивляется, когда его спрашивают о том, что он делает в Омске. Он не делает разницы между Европой и Сибирью. И свою работу ссылкой точно не считает. Главное не город, а люди, живущие в нем. И Омск покорил выпускника Сорбонны. Я решил вернуться и работать ассистентом французского языка. В этот момент я только что закончил мой бакалавр в Париже. И все равно я хотел учиться в русский больше. И, наверное, работать между Францией и Россией. Да, сотрудничество или что-то похожее. И поэтому я решил прийти в Омск. Критика, звучащая в адрес Омска, часто оправдана. Пусть у него самый маленький бюджет среди городов-миллионников России. Пусть здесь не самые большие зарплаты. Однако возможности для развития здесь не меньше, чем где-либо. И примеры людей со всей России и даже со всего мира, приезжающих сюда, в сердце Сибири и остающихся здесь, это доказывают. Юлия Боброва, Кристина Шахова и Евгений Макраусов. Новости 24 Омск.